Добрый вечер, Петр Ильич. Да, тот самый Петр Ильич. И все, что он скажет в этом интервью, правда. Это его собственные слова из воспоминаний и писем. Послушайте, я артист, который может и должен принести славу своей родине. Я думал, что Онегин на театре не очень будет интересен. Озеро лебедей просто чистая дрянь. Но не единые минуты для себя. С утра до вечера, бесконечное количество каких-то встреч, визитов. Я так люблю настоящее русское захолустье. Только живя вне России, постигаешь всю силу любви к нашей родине. И огурчик русский. Внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Понимаете, какая штука? Сейчас, в 21 веке, мы очень активно следим за жизнью известных людей. Нам интересно знать, что происходит у них, их взлеты, падения, удачи, неудачи. А каково это в 19 веке быть целебрити? Чем? Чем? Окей, знаменитостью. Ну, осаждают посетители, репортеры, композиторы, авторы либретто. Это... Ну, это, видимо, для композиторов специально. Поскольку вы действительно всемирно известный композитор, уверена, что досаждают вам немало. И как же вы с этим справляетесь? Прячусь. А если нельзя спрятаться? Бегу. Ну, ладно. Вас же наверняка узнают. Если не на улице, то уж, наверное, в театре. Ну, да, я как-то попал в Любок. Хотел скрыться на несколько дней, чтобы свободно вздохнуть в одиночестве, собраться с мыслями. И пошел там в оперу. Меня узнали. В антракте масса каких-то господ пришла со мной знакомиться. Рисовали, что я пошел в какой-то клуб, чтобы на другой день я завтракал там-то и там-то, обедал там-то. Особенно был назойлив какой-то русский. Вот как раз же желал мне показать свои сочинения. Довел меня до полного отчаяния. Это еще с вами селфи не хотели сделать. Что? А, да. Минуточку. Сейчас покажу. Селфи, Петр Ильич, это вот так. Внимание. Вот, собственно. Селфи с Чайковским. Понимаете, да? Нет. Хорошо. Ладно. Так что же вы сделали? Ну, что... Сказался больным, уверил всех, что уезжаю сейчас же. А сам целый день просто из комнаты не выходил. Вариант. А на гастролях, ну, там же не получится так. На гастролях, да. Само разумеется. Как бы оно же приятно. Но не единая минута для себя. С утра до вечера бесконечное количество каких-то встреч, визитов, общения. Неужели Чайковский был настолько знаменит? Да. В то время не было даже громпластинок, но Чайковского хорошо знали и в Европе, и в Америке. Причем не только как автора симфонии, опер и балетов, но и как дирижера. Он выступал с концертами в Париже, Берлине, Лондоне, Женеве и десятках других городов. Кстати, именно концерт Чайковского открыл в 1891 году знаменитый Карнеги-холл в Нью-Йорке. Слушайте, а в 19 веке, наверное, уже брали автографы? Да, конечно. В Нью-Йорке были целые вороха писем с просьбой автографа. И как? Ничего, я честно отвечал на каждый. И как вам североамериканские Соединенные Штаты? Вы знаете, порядки, вот нравы, обычаи мне очень симпатичны. Но вот кухня американская, значит, необыкновенно противная. Правда? Я вас удивлю. Вот сегодня она очень популярна во всем мире. Американская кухня? О, нет. Да. Нет, я что угодно готов отдать за тарелку щей, кусок пирога и огурчик русский. Ох, как вы вкусно рассказываете. Ну, тут же еще и по рюммашке полагается. Да, а там, между прочим, по воскресеньям. Иначе, как обманом, нельзя достать рюмку виски или стакана пива. Вот остатки английского паритонизма. Они меня возмущают, скажем так. Да, уж эта пословица у нас с вами постарше будет. В гостях хорошо, а дома лучше. Да? Да, я создан для того, чтобы работать в тиши уединения. Сидя за фортепиано в своей хатке. Хатка. Боже слово-то какое. Ну, я так люблю настоящее русское захолустье. Столь глухое, что то, что будто попадаешь в какую-то первобытную страну. И все же вы много путешествуете. Да. Вы знаете как? Вот сейчас я вас точно удивлю. В наше время для того, чтобы, к примеру, добраться из Петербурга в Москву, нужен всего один час времени. Не шучу. Но ведь когда вы передвигались и путешествовали, это все было гораздо дольше. И пока доедешь до пункта назначения, то уж и ностальгия обуяет. О, вы не можете себе представить, с каким нетерпением я каждый раз стремлюсь в Россию. И с каким блаженством я думаю о своем деревенском уединении. Какой вы, Петр Ильич, метущийся человек. Да, в Америке был сейчас случай. Посетитель без конца. И вдруг среди них две русские дамы. А так как я впервые за три недели разговаривал с русской дамой, то я не смог держать себя в руках. Слезы подступили, голос задрожал и рыдание. Понимаете? Нет, честно говоря, я с трудом себе это представляю. Выбежал в другую комнату и не выходил долго. Сгораются туда, сейчас вспоминаю этот пассаж. Ну, наверное, может быть, вам надо почаще общаться с отечественниками и сейчас, говорят, россиянами. О, нет, нет, нет. Ничего невыносимее нет, как русские за границей. Их же можно мгновенно узнать по громким и нахальным голосам, по вычурным нарядам, особенно по наглому поведению. Это вы еще в турецком ол-инклюзиве не были. Я ничего сейчас не понимаю. То есть я хотела сказать, что некоторые вещи никогда не изменятся. Значит, все эти гастроли, это вынуждено? Вынуждено? О, нет. Как только я возвращаюсь в Россию, немедленно начинаю желать, чтобы в будущем году пришлось опять поездить. При том, что я страдаю припадком такой болезни, айзенбанфибы. Подождите, Петр Ильич, это очень изощренная месть за селфи. Один-один. Что это? Волнение перед отъездом. Теперь понятно. То есть получается, что вы совершенно противоречивый человек. Вы одновременно и домосед, и любитель путешествовать. Я не очень понимаю, как это вы говорите. Ну, что же, я люблю путешествовать в виде отдыха за границей. Это величайшее удовольствие. Но жить я могу только в России. Я вообще не могу не понимать Тургенева, который сделал для себя Париж второй родиной. Да, это совершеннейшая правда. Тургенев почти полжизни прожил во Франции. Русские классики вообще очень любили Европу. И в отличие от нас, одним городом обычно не ограничивались. Вот, например, как Федор Михайлович Достоевский описывал свой летний маршрут 1862 года. Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кёльне, в Генуе, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене. И все это я объехал ровно в два с половиной месяца. Только живя вне России, постигаешь всю силу любви к нашей родине, несмотря на все ее недостатки. Какие же недостатки вы находите в нашей родине, каких, может быть, нет на Западе? Друг мой, если отбросить ложный патриотизм, нельзя не прийти к выводу, что в отношении комфорта, удобства, собственно, всей материальной обстановки нашей жизни, наши столицы сильно отстали от европейских, в особенности от Парижа. Ну, многие, между прочим, утверждают, что Москва похорошела. Да? Не знаю. У нас хорошо жить одним богачам. А в Париже человек с самыми ограниченными средствами может пользоваться всеми прелестьями жизни. Мне кажется, нас не разделяет век. А вообще? Я, может быть, не очень сведущ, но нет спора, что многое у нас оставляет желать, многое у нас всякой неправды, всякого беспорядка, но где же вполне хорошо? И можно ли бы указать хотя бы одну страну, пусть даже Европе, в которой было бы хорошо во всех отношениях? Да и здесь я, пожалуй, с вами соглашусь, Петр Ильич. Но знаете что, давайте лучше, в общем, про музыку. Ну, с музыкой-то у нас все хорошо, здесь мы не уступаем Европе. Я не совсем понимаю, честно говоря, обособление русской музыки от европейской. Родившись русскими, мы в то же время еще больше европейцев. И формы их привиты и усвоены нами очень глубоко. Я уверена, что члены могучей кучки с вами бы не согласились. Ну, эти композиторы, они народ очень талантливый. Но все они до мозга козей заражены самым-самым ужасным таким самомнением, знаете, и чисто дилетантской уверенностью в своем превосходстве над всем остальным музыкальным миром. Вы, вроде бы, их ругаете одновременно, вроде как и хвалите. В целом, вам, я так понимаю, не очень нравится то, что делают эти господа. В этом кружке все, понимаете, они все влюблены друг в друга и в самих себя. И вследствие этого весь кружок впал в какое-то однообразие, в безличность, в манерность, понимаете? Все нелепости звукоизвержения новой русской школы происходят от лукавых мудрствней. А музыканту, по моему крайнему разумению, следует избегать лукавых мудрствней и делать так, как Бог на душу кладет. Весь вопрос в том, мало или много он туда кладет. Петр Ильич, а много ли он вам положил? Музыка – это откровение. Да, это откровение. Я не хочу сказать, что моя музыка так хороша, что она недоступна обыкновенному человеку. Между тем, мне кажется, что это лучшее все, что я написал, дабы нажить маленькую сумму дентика. Музыка Музыка А музыканту, по моему крайнему разумению, следует избегать лукавых мудрствней и делать так, как Бог на душу кладет. Весь вопрос в том, мало или много он туда кладет. Петр Ильич, а много ли он вам положил? Наверняка вы размышляли на эту тему. Послушайте, я артист, который может и должен принести славу своей Родине. Я чувствую в себе какую-то большую художественную силу, но я еще не сделал десятой доли того, что я должен сделать. Могу сделать. И я всеми силами души буду стремиться сделать это. Это может быть эгоистично, но ведь всякий по-своему служит человеческому благу. А искусство есть необходимая потребность для человечества. Слушайте, Петр Ильич, вот вы точно знаете, наверное, сможете ответить на этот вопрос. Меня всегда удивляло, почему музыка так важна для человека? Почему она так важна, как еда, как воздух, как сама жизнь? Что она такое для нас? Почему мы не можем без нее обойтись? Да, ловить и проследить процесс получения музыкального наслаждения очень трудно. Но во всяком случае это не физиологическое явление. Но само собой разумеется, что нервы участвуют в восприятии музыкального произведения, и в этом смысле оно как бы услаждает наше тело. Вы же знаете, что очень трудно проследить и установить границу между материальным и духовным в человеке. И музыка – это откровение. Да, это откровение. То есть она открывает нам недоступные ни в какой другой сфере элементы красоты, которые не временно, а навсегда мерят нас в жизни. Да, мне вот так хотелось показать вам кадры улиц 21 века, когда люди ходят по улице и могут носить музыку с собой, свою любимую, и слушать ее, представляете? Когда же вы поняли, что музыка – это ваше призвание, ведь вы начали свой путь немножко в другую сторону. Нет, в консерватории. Я все более и более убеждался, что у меня нет никакой другой дороги, что я артист, я не чиновник. Я просто хочу делать только то, к чему у меня есть призвание. А буду ли я знаменитый композитор или просто учитель? Совесть на этот счет у меня была абсолютно спокойна. Хорошо. Давайте вот как я попробую зайти. Вы сами сказали, что для вас это было бы неважно, но ведь вся соль в триумфе. Испытав его один раз, ты потом хочешь пережить его снова и снова. Может быть, это вам мешает, когда вы садитесь за новую вещь. Вот как? Знаете, я как-то зимой имел несколько разговоров с Львовом Николаевичем Толстым. И он меня убедил, что тот художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с расчетом на эффект, который насилует свой талант с целью понравиться публике, заставлять себя угождать ей, то вот он не вполне художник. Его труды не прочты, в успехах эфемерен, и я как-то совершенно уверовал в эту истину. А было ли такое, что, садясь за произведение, вы не были уверены в успехе, но продолжали над ним работать? Безусловно. Что же это было? Евгений Онегин. Серьезно? Да. Мне казалось, что это вообще обреченная на неуспех публики вещь. Вы знаете, на сегодняшний день это одна из самых популярных и исполняемых опер в мире. Я думал, что Онегин на театре не очень будет интересен. Содержания без хитростно, сценических эффектов нету. И вот музыка лишена блеска, вот этой трескучей эффектности. Но, тем не менее, мы все-таки решили ее дописать, повернусь к какому-то чувству. Не правда ли мысль смелая? Те немногие люди, которым я сообщал о своем намерении, они сначала удивлялись моей затеей, а потом приходили в восторг. Опера – это, конечно, без сильного драматического движения, но зато, интересно, страна бытовая. И потом, сколько поэзии во всем этом. Одна только сцена Татьяны с няней чувствует. Как это называется? Целевая аудитория женщины 16+. Ну, иными словами, на сентиментальных дам. Знаете, мне казалось, что некоторые избранные, быть может, будут затронуты теми ощущениями, которые волновали меня, когда я писал ее. Избранные. Можно я привяжусь к этому слову? Ведь ваша музыка совсем не для избранных, она для всех. Я не хочу сказать, что моя музыка так хороша, что она недоступна обогновенному человеку. Я вообще, честно говоря, не понимаю, как можно писать преднамеренно для толпы или для избранных. Я писал о Нигине, не задаваясь никакими подобными целями. Словом, это написано искренно. Ну, собственно, эту искренность я и возлагал все мои надежды. Мораль следующая. Писать инструментальную музыку гораздо приятнее, меньше разочарования. Хорошо. Ладно. А какое из ваших произведений вам самому нравится больше всего? Манфред. Ну, там же вот это вот мрачное, байроновское... Да, это не сюжет Байрона, Манфред. Нет, я, конечно, я признаюсь честно, Петр Ильич, два раза я прослушала и поняла, что это не вибрирует и не резонирует никак с внутренним миром современного человека. Слушайте, я знал, что мой Манфред будет сыгран там раз, другой и надолго скроется. И никто, кроме горсти знатоков, посещающих симфонические концерты, не узнает его. Между тем, мне кажется, что это лучшее все, что я написал. Хорошо. Тогда профессиональное. А вы слушаете музыку других композиторов? Ну, безусловно. С какой целью? Ну, музыканту, пишущему так много, как я, просто необходимый на время, да, от времени до времени слушать чужую музыку. Ничто так не вдохновляет, как слушание чужого произведения. Сразу возникает желание, потребность написать что-нибудь столь же хорошее. Значит, вас, вы, видимо, сам себя можете взять на слабо. Будьте добры, навскидку, пару имен музыкантов, которых вы ставите высоко. Ну, из современных французов. Современных, так сказать, да, там, мне современных. Безе, де Лип. В Германии сейчас положительный упадок, но Вагнер, его прекрасный представитель. Брамс. Я не понимаю его прелести. По-моему, это темно, холодно и полно претензий на такую, знаете, глубину, без истинной глубины. Фатер Ильич, вы бы сегодня были любимцем газетчиков. Они обожают такие формулировки. Но давайте попробуем вообразить. Вот вы слышите музыку и понимаете, что она лучше вашей. Да, конечно. Я в Вене как-то пошел в оперу, там давали балет Сильвия. И это действительно своего рода шедевр. Это как раз вот француз Лео де Лип написал. Такого изящества, такого богатства мелодий, ритмов балет еще не знал. Я вам без ложной скромности скажу, что Озеро Лебедей не годится подметке Сильвии. Даже так? Да, Озеро Лебедей просто чистая дрянь по сравнению с Сильвией. Я был просто очарован совершенно. Лебединое озеро – это музыка, это хиты, это мелодии, которые существуют даже вне контекста балета. Их знают все. Я уверена, что Озеро Лебедей было бы приятно получить такую похвалу, и в особенности от вас. Но это, конечно, назадачивает то, что я слышу. А вы когда-нибудь писали ради денег? Ну, положим артистам никогда не унизительно получать вознаграждение за свой труд. Ведь кроме труда в сочинение я должен вложить известного рода настроение. То есть то, что называется вдохновением, оно не всегда вот прям к моему услугу. Хорошо. И так писали? Ну, романсы. А. Дабы нажить маленькую сумму денежкам. Просто интересно, хорошо ли платят великим русским композиторам за их гениальный труд? Государь назначил мне пожизненную пенсию в размере трех тысяч серебряных рублей. Неплохо. Ну, и это меня не столько еще обрадовало, сколько глубоко тронуло. Нельзя не быть бесконечно благодарным царю, который придает значение не только чиновничьей военной деятельности, но еще и артистической. Петр Ильич, но ведь Александр Третий был не единственным человеком, от которого вы регулярно получали деньги. Еще и получал от мадам Мек 500 рублей в месяц. Мадам Мек. Добрались до горячей темы. Женщины Чайковского. И вот, пожалуй, главная из них. Надежда Филаретовна фон Мек. Ее муж заработал миллионы на строительстве железных дорог. И с 1876 года, уже вдова, фон Мек стала щедро спонсировать людей искусства. Прежде всего, Чайковского. Я давно хотела подобраться к этой истории. Слушайте, это странная и очень умная и добрая женщина. И нет ничего не виннее этих отношений. Для меня это просто, ну, такая, знаете, неоскудевающая рука проведения. Петр Ильич, вы понимаете, что эта вся ситуация выглядит максимально странно. Давайте попробуем как-то это все объяснить, как-то в этом разобраться, чтобы просто, чтобы не возникало никаких слухов. Хорошо. Это мой чудный, мой лучший друг. В первую минуту вам может показаться, наверное, предосудительным, что я жил на ее счет. Но примите ее желание обеспечить мне возможность всецело предаваться композиторству. И простите, что я не имел такого, значит, гражданского мужества отказываться от средств. Значит, мадам Мек была исключительно вашим меценатом. И целью ее было обеспечить вам некую свободу творчества. Именно так. Она единственный человек в мире, у которого мне несовестно брать деньги. Во-первых, она очень добра и щедра. А во-вторых, богата. А знаете, как часто я задавал себе вопрос, хорошо, что так, а если бы этого не было? Ну, это вас не напрягало? Она сделала мне много вреда, но... Меня влечет к ней какая-то необъяснимая симпатия. Я впал в глубокое отчаяние, тем более ужасное, что рядом со мной не было ни одного человека, который мог бы там поддержать и обнадежить меня. Даже в до 37 лет сврожденной антипатии к браку. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Значит, мадам Мек была исключительно вашим меценатом, и целью ее было обеспечить вам некую свободу творчества. Именно так. Она единственный человек в мире, у которого мне несовестно брать деньги. Во-первых, она очень добра и щедра. А во-вторых, богата. А знаете, как часто я задавал себе вопрос, хорошо, что так, а если бы этого не было? Ну, это вас не напрягало? Что? Простите, что? Сейчас я попробую подобрать подходящий синоним. Не тяготило ли вас это вот так? Ну да, порой я испытывал какое-то тяжелое и неловкое ощущение, чувствуя себя там в зависимости от мадам Мек. Но я знаю, что это ложный стыд, и он ни на чем не основан. Она делала это с такой дружбой, с такой искренней любовью. А все-таки неловко и совестно. При этом вы много лет дружили и даже посвятили ей свою четвертую симфонию. Именно. Вот теперь вот момент, который не укладывается у меня в голове абсолютно. И как при этом, при всем вы даже никогда не виделись? Ну, не совсем. В Флоренции мы жили недалеко друг от друга. И хотя мы не виделись иначе, как в театре, но общения было. Получается, вы встречались и разговаривали, потому что легенда, что мы не виделись. Я запуталась. Ежедневно. В 11 часов. Она проходила мимо моего дома. И пристально смотрела в окна. Но за близорукостью никогда меня не видела. Раза два мы были вместе в театре, а она в своей ложе, я в портере. Ну и только. Ну, переписка была ежедневная. Почему не встречались-то, если не секрет? Это была такая линда к индюи. Адам Мяк. Понятно. Линия поведения. Ну, кстати, вы просто как кладезь странных историй. Я так понимаю, что отношения с Надеждой фон Мяк – это не единственные странные отношения в вашей жизни. Что вы имеете в виду? Ну, как? А этот несостоявшийся брак с французской оперной певицей? Про Арто? Это великолепная особа, да. Редко встречала ей столь умная и милая женщина. Она сделала мне много вреда, но меня влечет к ней какая-то необъяснимая симпатия. Фам фаталь? О-о-о, если бы знали. Слушайте, давайте вот сами расскажите, что у вас там приключилось. Ну, что ж, слушайте. С Арто я познакомился весной 68-го, по-моему. 68-го, да. Был у нее всего один раз. После ее бенефиса на ужине. По возвращению ее осенью мы случайно встретились на каком-то музыкальном вечере. Она изъявила удивление, что я у нее не бываю. Но я обещал. Я бы не исполнил обещание. Это почему? Ну, по свойственной мне тугости на знакомство. Угу, это значит у вас с молодости. Да, да. Но Антон Рубинштейн потащил меня к ней. И с тех пор я едва ли не каждый день стал получать от нее пригласительные записочки. Ну, и мало-помалу. Привык. Бывал у нее каждый вечер. А вскоре мы воспламенились друг к другу весьма нежными чувствами. Само собой, тут же возник вопрос вот этот, значит, о законном браке. Почему в итоге не женились-то? Ну, мы весьма желали, но существовали некоторые препятствия. Во-первых, ее мать. Она противилась этому браку, находя, что я слишком молод для ее дочери. Ну, еще, по всей вероятности, боюсь, что я заставлю ее жить в России. Ну, и, во-вторых, мои друзья. Только, кстати, в особенности Рубинштейн. Вообще, опять, нелогично. Сам познакомил и сам воспротивлялся. Они говорили, что, сделавшись мужем знаменитой певицы, я буду играть весьма жалкую роль мужа при жене. Ездить с ней по всем углам Европы, там, жить на ее счет. Отвыкну и не буду иметь возможности работать. Словом, что, когда моя любовь к ней, ну, несколько охладеет, останутся одни страдания, отчаяния и погибель. Вот это, пожалуй, да, здесь есть доля правды. Да, и холодный рассудок заставлял меня призадумываться. Она говорила, что, несмотря на все, любовь не может бросить сцену, которая привыкла и которая доставляет и славу, и деньги. И чем же все закончилось? О, самым забавным образом. На гастролях в Варшаве она влюбилась в баритона падилов. Вот который здесь был предметом ее насмешек. Влюбилась и вышла за него замуж. О, боже. Такова, госпожа. Да потрясающе просто. Видите, вас Бог пронес просто. Красота. Раз уж мы заговорили ей о личном, позволите ли вы, если я спрошу вас о семье? Пожалуйста. Я должен вас предупредить, что описание моих близких будет одним сплошным и скончаемым реферамбом. Я не сомневаюсь в этом. Я уверяю вас, милый друг, что в похвалах, которые я буду расточать, не будет ни малейшего преувеличения. Вот семейное фото Чайковских. Отец. Он работал директором завода на Урале. Мать. И семеро детей. Можете не считать, здесь не хватает братьев-близнецов Толи и Моди. Они родились спустя два года. Крайне слева на фотографии – восьмилетний Петя. Давайте поговорим о ваших младших братьях. Модест и Анатолий. И так получилось, что с ними вы в силу определенных обстоятельств близки особенно. О, эти два молодых человека составляют по своим умственным и нравственным качествам. Очень приятное явление. Меня соединяет с ними одна из тех привязанностей, которые редко встречаются между братьями. Насколько я знаю, ваши вот эти душевные близкие отношения, они совершенно не ослабели, когда вы все повзрослели. Как так получилось? Слушайте, моя привязанность к этим двум человечкам с каждым годом становится только все сильнее и сильнее. Я внутренне очень горжусь этим, наверное, лучшим чувством моего сердца. Как же вышло, что вы так сблизились? Когда умерла мать, им было четыре года. Сестра была в институте. Старший брат человек хороший, но не из-за особо нежных. Вот не мог им заменить ласковую любящую матерь. А вы смогли? Конечно, и я не был для них матерью, но я с самой первой минуты хотел бы для них тем, что бывает для детей мать. Потому что по опыту знал, какой неизгладимый след оставляет в душе ребенка материнской нежности, материнские ласки. С тех самых пор между нами образовались такого рода отношения, что как я люблю их больше самого себя и готов на любую жертву, так и они беспредельно мне преданы. Индивительно. Ведь вы сами были тогда подросток, ну почти ребенок. Как вы пережили смерть матери? Я никогда не помирюсь с мыслью, что моя мать, которую я так любил, и которая была таким прекрасным человеком, исчезла навсегда. И что уже никогда не придется ей сказать, что я все так же ее люблю. А вы верите в жизнь после жизни, в вечную жизнь и в то, что вы когда-нибудь увидитесь с ней? Ну, я пришел к убеждению, что если есть будущая жизнь, то только разве что в смысле неисчезаемости материи. Ну, еще в пантеистическом смысле, как бы что в вечности природы я являюсь лишь ее такой-то маленькой составляющей. И, словом, я не могу понять личного бессмертия. Убеждение одно, а чувство, инстинкт другое. И отрицая вечную жизнь, я с негодованием отметаю возможность того, что я больше никогда не увижу нескольких дорогих мне покойников. Петр Ильич, вы так любите своих братьев, вы так любили мать. А всерьез думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы создать свою такую же семью? Ну, чтобы у вас были дети. Мне кажется, вы были бы прекрасным отцом. Ладно, может быть, вы и потому еще так необдуманно женились в 37. Я женился не по увлечению сердца. По какому-то непостижимому сцеплению обстоятельства. Я не должен был вовсе отвечать ей. Подождите, это как? С Антониной Милюковой Чайковский познакомился в 1872 году. Спустя пять лет она написала ему письмо с признанием в любви. Чайковский ответил. Прошло еще несколько недель, и Антонина предложила ему руку и сердце. Чайковский ответил вновь. Мне казалось, во-первых, что я в тот же же не примену полюбить девушку, которая столь предана мне. Ну, и во-вторых, я знал, что моя женитьба – это воплощение мечты моего престарелого отца и других близких. Значит, ваша женитьба – это мечта вашего отца? Да, мой старый 82-летний отец и другие мои близкие только о том мечтали, чтобы я женился. Ну, во всяком случае, моя совесть чиста. Я и не лгал, и не обманывал ее. Я сказал ей, чего она может ожидать и на что она может рассчитывать. Петр Ильич, я вижу, что вам не просто об этом говорить, но, с другой стороны, а на что вы рассчитывали? Жениться, чтобы просто сделать приятно отцу? Видит Бог, я был исполнен самых лучших намерений. Но как только эта сферео не совершилась, как только я ощутился с ней один на один, со своей женой, я осознал, что теперь наша судьба – вот так вот жить неразлучно вместе. И я в тот же момент ее возненавидел. Причем в полнейшем значении этого слова. Я впал в глубокое отчаяние, тем более ужасное, что рядом со мной не было ни одного человека, который мог бы там поддержать и обнадежить меня. Окей, а я пытаюсь понять то, о чем вы сейчас говорите. Вот только что все свершилось, вдруг сразу ненависть и отчаяние. Откуда оно возникло? Даже в до 37 лет сврожденной антипатии к браку? Только это нужно же изменить весь строй жизни. Нужно стараться облакополучии и спокойствовать другого человека. Все это для закаленного эгоизмом холостяка не очень легко. Мне показалось, что лучшая, да даже единственная хорошая часть моего «я» – музыкальность. Безвозвратно погиб. Я все-таки не понимаю. Дело привычки с другой стороны. Я не к тому, что стерпится, слюбится, но вы же сами сделали этот выбор. Ну да, я знал, что по идее будут трудные минуты, а потом явится привычка, которая, как говорил Пушкин, свыше нам дана. Ведь я привыжу к своим консерватовским занятиям, которые казались мне величайшим из бедствий. Вот именно. Что ж такого произошло в тот самый момент или после свадьбы, когда вдруг вы так сразу и резко разочаровались в вашей невесте? Она говорила, что влюблена в меня четыре года. Я искал смерти, мне казалось, что она единственный исход. Нет силы писать, до чего я устал. СИГНАЛИЗАЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ Что ж такого произошло в тот самый момент или после свадьбы, когда вдруг вы так сразу и резко разочаровались в вашей невесте? Друг мой, она говорила, что влюблена в меня четыре года. В смысле, отлично. При этом она являлась очень неплохим музыкантом. При этих двух условиях она не знала ни единой ноты из моих сочинений. Этот факт меня поставил в совершенный тупик. Так. А сами вы при этом делали какую-то попытку поинтересоваться, чем она живет? Что она любит? Потому что брак это вроде как работа обоих. Да, 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 да. Она очень разговорчива, мы разговариваем. Она очень разговорчива. Она ежечасно повторяла у нее бесчисленные рассказы о всевозможных мужчинах, которые были в нее влюблены, питали к ней нежные чувства. Ну, дотель, я приведу пример. Желая узнать, каковы в ней материнские инстинкты, я спросил ее однажды, любит ли она детей. Получил, знаете, какой ответ? Он сказал, да, когда они умные. И долгое все это продолжалось? Две недели. Две недели я провел в Москве со своей женой. Это были две недели самых невыносимых нравственных мук. Я сразу почувствовал, что любить свою жену я не могу. И что привычка, на силу которой я надеялся, никогда не придет. Я впал в отчаяние. Я искал смерти, мне казалось, что она единственный исход. На меня начали находить минуты безумия, когда душа моя наполнялась такой лютой ненавистью, что хотелось задушить ее. Какой кошмар. И как вы справлялись? Много пил вина. Помогала? Оно ошеломляло меня и доставляло мне несколько минут запения. Ну и потом должен же быть выход. Бежал. И как же отреагировала на это ваша молодая жена? О, моя жена обладает непостижимо спокойным нравом. Мое бегство и известие о моей болезни, привезенной моим братом, она принялась совершенно непостижимым равнодушием. И тут же рассказала ему несколько историй о влюбившихся в нее мужчинах. Засим расспросила, что он любит есть. И побежала в кухню хлопотать об обеде. Ну, судя по тому, что мы сейчас слышим, вы женились на совершенно незнакомом человеке. Я вообще даже не могу понять, как это вас так угораздило. До свадьбы не разобрались? Ну, это для меня непостижимо. И к чему на меня поношло сумасшествие, и к чему вообще случилась вся эта жалкая трагикомедия. Как отреагировал ваш отец? Ведь это все было для него. Ну, к счастью, он принес это так же, как переносит теперь все. Он просто впал в детство. И что же в сухом остатке? Ну, как разумеется, я взял на себя заботу о ее существовании, просил принять от меня средства к существованию. Ну, вот, пожалуй, все, что я могу вам рассказать о взаимоотношениях с моей женой. Это история, которая не укладывается вообще ни во что, ни в какие рамки. И в то же время спасибо большое за искренность. Ну, устроивши ее безбедное существование, я, кажется, уже могу иметь право перестать терзаться. Конечно. Всем этим. Нет, порой мне все-таки бывает жалко ее. У нее нет ни одного друга, она со всеми родными в ссоре. Ну, то есть получается, что нигде, кроме дела, которым вы живете, в результате не склеилось, не получилось. Я не понимаю, за что это вам. И по-человечески мне вас очень жаль. Знаете, я только теперь, после всей этой истории с моей женитьбой, я начинаю понимать, что ничего нет бесплоднее, чем хотеть быть не тем, чем я есть по своей природе. А между тем, жизнь коротка, и мудрый человек, вместо того, чтобы хандрить, мучиться от неудовлетворенного самолюбия, терять время на бесплодные сожаления о неисполнившихся мечтаниях, нужно наслаждаться жизнью. У меня есть ощущение, что вы устали, Петр Ильич. Устал. Давайте тогда я не буду вас больше мучить. Нет силы писать, до чего я устал. Ну, у меня есть еще один вопрос. Как мне кажется, самый главный. А вы можете назвать себя счастливым человеком? Счастливым? Слушайте, я счастлив, что кончил оперу. Счастлив, что наступает весна. Счастлив, что здоров. Свободен, застрахован от встречи, столкновений. А главное, я счастлив, что у меня есть такие прочные опоры в жизни, как любовь к братьев. И сознание способности совершенствоваться на своем пути. Если обстоятельства будут благоприятными, то я могу оставить о себе прочную память. Надеюсь, это не обольщение, а справедливая оценка своих сил. Да это не обольщение, но слушаю вас, у меня есть ощущение, что вы просто себя уговариваете сейчас. Петр Ильич, вы счастливый человек. Я осознаю, что должен быть счастливым. Но сравнительно с миллионами других людей, действительно несчастных, я должен считаться избалованным. А между тем, нет и нет счастья. Есть минуты счастья, есть вот эта preoccupation труда, которая так сильно охватывает во время работы, что ты не успеваешь следить за собой и забываешь все. Но счастья нет. Петр Ильич, спасибо вам за этот разговор. А сейчас, позвольте, я расскажу вам одну историю, которая, я надеюсь, сделает вас немного счастливее. Год 1958-й. В Московской консерватории, кстати, названной вашим именем, проходит первый международный конкурс исполнителей, опять же, вашего имени. Почему это важно? Потому что на тот момент две великие страны, наша с вами Родина и Соединенные Штаты Америки, находились в состоянии холодной войны. Так вот, в этом конкурсе побеждает американский пианист Ван Клиберн. И вы знаете, что он исполнял? Ваш первый фортепианный концерт. Вот так. Американский музыкант, который исполнил музыку русского композитора, показал, что для искусства нет границ. А может быть, Петр Ильич, это именно вы своей музыкой спасли мир от разрушения? Только Бог знает. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok